МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортаже от журналистов МТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Магаданский спрос на снос. 350 незаконных строений намерено убрать за летние месяцы. Образуется 3,5 тысячи кубометров мусора, который предстоит вывести на полигон отходов. Цены на овощи подогрели интерес блогосферы и выманили губернатора. Рейд общественников и власти загнан в тупик. Торговцы уверены, что морковь за 700 рублей пользуется огромным спросом. Никакого тут умысла, дополнительных заработок, конечно же, не было. На Колыме золотой прогресс. Добыча драгоценного металла выросла на 600 килограммов по отношению к прошлому году. Об этом и многом другом за 15 минут. В Магадан везут очередную партию моркови по 700 рублей. Краснодарский овощ пришелся по вкусу покупателям супермаркетов, говорят торговцы. Пробные 15 килограммов разошлись за три дня накануне блогерской проверки. Поддержал рейд глава региона. Кто-то себе, может быть, может позволить. Честно говоря, я лично не понимаю, мне морковка за 700 рублей не нужна. Морковь элитных сортов в Краснодаре покупали за 300 рублей, поясняют сотрудники магаданского гипермаркета. Большую наценку дает доставка самолетам. Все для ассортимента. То есть, никакого тут умысла, дополнительных заработок, конечно же, не было. Большую популярность после времени она просто изобрела. И словом морковка уже, наверное, у всех на устах. В течение недели краснодарскую морковь по 700 рублей снова можно будет увидеть на прилавках. Вторая партия будет вдвое больше – 30 килограммов. Временная альтернатива ей – овощи из Китая и Алтая. Их везут на Колыму поездом и пароходом. Поэтому стоят они в 10 раз меньше. Самовольные снесут. Власти города в этом году продолжат борьбу с гаражами, сараями и домами, которые установлены или построены незаконно. В плане 353 объекта в 2017-м было на 17 меньше. Работу проведут на каменном карьере. Также в графике набережная реки Магаданки, улицы Колымская и Берзина, поселки Снежный и Сокол. Под снос идут 84 постройки. Остальные вывезут на специальные площадки. У владельцев будет время вернуть свое имущество. Штрафные санкции не предусмотрены. Не везде можно это ставить, все эти объекты. Для этого необходимо выделять земельные участки, платить за них, естественно, муниципалитету, так как это муниципальные территории. Если этого не происходит, то объект считается по законодательству, по-российскому, самовольно установленным. О сносе или перемещении, например, гаража, мэрия сообщит заранее. На постройке наклеивают объявления. Коммунальные службы уже приступили к работе, но непогода вынуждает сбавить темп. Из-за снегопада также принято решение отменить начало масштабного субботника. С 18 мая его перенесли на следующую пятницу, 25 мая. Прибавка в полтонны. Золотая страда в этом году превышает прошлогодние показатели. К началу мая на Колыме добыто 5 тонн 660 килограммов драгоценного металла. В лидерах предприятия Тинькинского округа. Основной объем на сегодняшний день дают рудные месторождения. К отработке россыпи старатели только приступили, пока добыто около 100 килограммов. Совместный план на этот год – 37 тонн. Восемь студентов готовы примерить кресло мэра Магадана, заместителей или начальников отделов. День дублера – это ежегодная акция, в которой на день бывалые чиновники уступают свой мундир молодежи. Команда студентов к этому дню готовит также предложение по улучшению работы муниципальных служащих. Оформляют и проходят защиту. Сегодня впервые дублером и чиновникам представилась возможность познакомиться. Пока я в первый курс я пришла именно для того, чтобы развиться как-то. Найти что новое и познакомиться с многими дни, найти себе новый интерес. Хотелось бы познакомиться именно действительно со структурой работы, управления и получить опыт и наставление. День дублера позволяет студентам протестировать управленческие навыки. Муниципальная команда таким образом подбирает молодые и перспективные кадры. За 10 лет акции в мэрии Магадана нашли работу около 10 человек из бывших дублеров. Мелодия красок в Магадане звучит 50 лет. Детская художественная школа празднует юбилей. За это время радикально изменилась программа обучения. И в знаменитости выросли такие имена, как Владимир Мягков, Валерий Цирцинс, Александр Филипенко и многие другие. Впервые труппа театра Кичитоза вышла на большую сцену. Выбрали сценарий, который уже прошел проверку в других городах России. Репетировали 7 месяцев. Мобильный репортер неожиданно для себя самого и всех окружающих стал свидетелем захватывающей сцены. Охота косатки попала в кадр и обошла все социальные сети. Колымских предпринимателей ориентируют на проекты в области дошкольного образования. Одно из самых востребованных направлений на Колыме – это частные детские сады. Об этом говорил сегодня губернатор на закрытии межрегионального форума для предпринимателей. Площадка для начинающих и успешных бизнесменов работала три дня. Сотни магаданцев посетили семинары, тренинги и мастер-классы ведущих бизнес-экспертов из десяти регионов страны. Была возможность открытого диалога с представителями власти. Мы во всех домах, которые сейчас будут строиться, в том числе там, где у нас есть потребность в создании таких мест для дошкольников, будем предусматривать помещение для организации такого вида деятельности, в частности мини-детских садов. Исследования российских маркетологов подтверждают, что в сфере дошкольного образования частные детские сады и развивающие центры востребованы по всей стране. Ниша свободна, региональные власти готовы оказать поддержку. Готовность Колымы к проведению единых государственных экзаменов обсудили сегодня в правительстве Магаданской области. 11-е классы в этом году оканчивают 900 юношей и девушек. Для них успешная сдача ЕГЭ может стать пропуском в высшие учебные заведения. Объективную оценку знаниям колымских школьников призвана обеспечить система видеонаблюдения. Охват аудитории стопроцентный. Уже началось тестирование портала «Смотри ЕГЭ», где за ходом экзамена будут следить эксперты, включая федеральных. Свободного доступа у нас нет. Для того, чтобы стать участником этого процесса, необходимо пройти обучение, стать общественным наблюдателем и получить свидетельство. Сдавать единые экзамены в мае-июне будут и колымские девятиклассники – около полутора тысяч человек. Список самых популярных предметов по выбору изменений не претерпел. По-прежнему в лидерах математика, общество знания, физика и биология. История детской художественной школы началась 50 лет назад с 10 человек, которые любили рисовать. Сегодня художников и фантазеров в 30 раз больше. Если полвека назад единомышленники рисовали карандашами и акварелью, то сейчас здесь можно освоить самые современные техники компьютерной графики и дизайна – скульптуры и художественного письма. Павел Кочтов учится писать с натуры. В рисунке у меня есть успехи. Вообще во всех видах есть успехи. Вот как бы каждый год лучше получается рисовать. Некоторые работы получаются, некоторые могут и не получиться. Первый выпуск был всего 9 выпускников. С тех пор художку окончили полторы тысячи человек. Юбилейный день рождения для всех них не мог пройти тихо и незаметно. Но главным акцентом праздника стала выставка работ учеников и выпускников школы. Их не только рассматривали, изучали смешение красок, композицию, но и делали фото, которые тут же становились заставкой в телефоне. 50 лет, как бы, ох, это много. Да мало это, поверьте, впереди еще большая, интересная, светная, светлая жизнь. Школу закончили такие известные люди, как Владимир Мягков, Валерий Цирцинс, Александр Пилипенко и многие другие. Детскому театру Кичитоза и 10 лет. Впервые у труппы был шанс сыграть на большой, взрослой сцене Магаданского музыкального и драматического театра. Спектакль «Ничегошек. Приключенческая история про мальчика-вундеркинда». Написано Владимиром Бурлячевым в 70-х годах. Сейчас считается современной постановкой и уже имела большой успех в других российских городах. Спектакль в двух действиях репетировали 7 месяцев. В нем задействовано 12 актеров и куклы Кичитозы, которые шили своими руками. Кто-то забывал текст, кто-то не заканчивал слова, кто-то вообще их пропускал. Репетиции по этому проходили очень тяжело. 60-й коллектив был кукольным кружком, теперь музыкально-хореографический театр-мюзикл. Кичитоза – одно из старейших творческих отделений Дворца детского и юношеского творчества. Все это время им руководит Тамара Казетова. За 50 лет создали более 300 номеров. Спектакль «Иничегошек» артиста Кичитозы считает одной из самых удачных постановок. Обещает, что сказку еще представят зрителю на летних каникулах. Посмотрите, какая веточка жирненькая. Они растут на глазах. Через месяц в Магадане поспеют абрикосы. Дерево 6 лет живет в парнике, говорит хозяйка теплицы Галина Козичева. Опылять каждый цветочек пришлось вручную, так как весна поздняя, насекомые пока не проснулись, пчелы вялые. Абрикос благодарность набрал небывалый урожай. Не менее 50 килограммов фруктов ждут с одного дерева. С цветочка на цветочек переношу пыльцу, как пчела мая. Виноград пережил колымскую зиму под теплыми одеялами. Жизнерадостно встречает весну даже инжир. Это кажется невероятным, но традиционная культура субтропиков вполне прижилась в северном климате. Хозяйка радушно встречает любого гостя. И чаще всего все разговоры вьются вокруг секретов выращивания теплолюбивых растений. Всего лишь каркас, сотовый поликарбонат, 10 сантиметров прослойка и пленка. Эта пленка крепкая, называется Ева. Она специальная для теплиц. И вообще ничего хитрого. Урожай в парнике собирают каждый год. Дополняют его виноград, яблоки, сливы, арбузы и дыни. Но на этом хозяйка не останавливается. Впереди посадка черешни и особого сорта крыжовника. Она на ней, смотри! Мобильный репортер, снимая морской пейзаж, поймал сцену документального фильма о дикой природе. Небольшая стая косаток начала охоту на нерпу. И те, и другие постоянные обитатели Охотского моря и нередкие гости магаданских бухт. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин